Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Стас! И сегодня я вам расскажу интересную такую тему, потому что скоро вы сами через это пройдёте, через это проходит, в принципе, каждый человек. Это экзамены. И сегодня я вам расскажу, как успешно сдать экзамены. Не просто сдать, сдать любой человек, можно на три, да, а как успешную на оценку четыре или даже на оценку пять. Если вам интересна эта тема, оставайтесь с нами. Ну, сразу говорю, чтобы дальше не было этих вопросов, универсального способа для сдачи экзамена не бывает. Он для каждого человека индивидуален. И я вам сегодня расскажу, как я сдавал экзамены, а я уже в десятом классе, то есть это я, получается, год назад сдавал ГИА, или ОГЭ, как оно сейчас называется, а в следующем году, через год, я буду сдавать ЕГЭ. Вот такое вот страшное слово ЕГЭ. Единый государственный экзамен. И первый мой совет будет, это читайте учебники. Учебник вам поможет сдать экзамен на три, то есть, ну, или на четыре с натяжкой. На пять он вам, я не думаю, то, что сильно поможет сдать. Особенно вот есть вот хороший учебник, есть плохие учебники. Вы это уже сами, надеюсь, понимаете. Надеюсь, вы уже хотя бы в классе в восьмом или девятом находитесь, то есть вам тоже скоро экзамены сдавать. Учебник, он дает базу знаний. Экзамен проверяет не только базу знаний, которая дается в школе, но и общее, так сказать, развитие экзаменуемого. Учебника. Учебник вам, он так, на хорошую такую троечку или на шаткую четверочку он вам сдать, конечно же, поможет. А чтобы сдать уже на оценку твердую четверку или на пятерку, что я всем желаю, это уже мой следующий совет номер два, это всякие пособия. Ну, а пособия для сдачи экзаменов у меня их куча, потому что я сдавал ГИА, и, конечно, через все это проходил, мне еще есть парочку для ЕГЭ, у меня с чем-то они уже куплены были, я не знаю зачем. Конечно, пособия бывают хорошие, пособия бывают плохие, но без них никак не обойтись. Если вы плохо знаете русский, помогут вам пособия по русскому, безусловно, языку, но вот то, что я сдавал, и это было, в принципе, достаточно сложно подготовиться по учебнику, так это общество знаний. Вот по общество знаний у меня достаточно-таки много пособий, это вот просто лучшее, наверное, пособие, сейчас вам, лучшее пособие, которое только можно придумать, это полный справочник для подготовки ГИА, адресованный выпускникам девятых классов. Он вообще самый полный, который только можно себе представить, стоит 139 рублей, можете каждый раз кошелиться, я его полностью прочитал по нескольку раз, сдав экзамен, ну, на 4, ну, почти 5, ну, ладно, не на 3 же. Здесь как дается тема, а потом дается задание к ней, это, кто сдает общество знаний, это вообще идеально. Дальше для подготовки к другим предметам, есть вот такие вот, так сказать, тоже по русскому языку, это желтенькие, кстати, очень хорошие издания. Также я купил, но ни разу не открывал, это тесты по ГИА, общество знаний, в новой форме какие-то, ну, я не знаю, сейчас все это есть бесплатно в интернете, на сайте решу ГИА, или такое же есть решу ЕГЭ, там это все бесплатно, и тут же проверяется здесь как-то это. Не знаю, стоит 104 рубля, покупал все это, считай, в городе, еще до, так сказать, подорожания. Также у меня есть, наверное, по самому страшному предмету на планете, это ГИА, новая версия экзамена по математике. Мы попали в то время, когда после 9 класса экзамен по математике сдавался именно в форме ЕГЭ, то есть это вот такие вот формы. Сейчас мне это все кажется легко, но на тот момент мне это казалось действительно таким трудным предметом, я его сдал на 4, русский я сдал на 5, там лежат очень много пособий. И, в принципе, вот сейчас я на это смотрю, это, в принципе, несложно, ребят, но вы это сдадите, если вы падали, если вы, ну, хоть что-то знаете, прогрессивно, это все несложно. И каким-то боком я еще в 9 классе вначале думал сдавать эту вот биологию, видно, вам не знаю, это тоже государственный экзамен по биологии. И я вообще не знаю, зачем это, потому что я так пью книжечку и вместо биологии решил сдавать общество знания, вот так вот меня поносило, да. Это у биологии, кому интересно, также для дорогие 11-классники, у меня еще есть парочку книжечек ЕГЭ и знаете по какому они предмету? Укуда, интересно. Общество знания. Вот это, кстати, вот желтый, вот это вот, знаете кто? Это Баранов и Шевченко, вот они вообще молодцы. То есть, видите, вот такое пособие, оно разное, это по экономике, также по праву, по другим аспектам. Здесь сдается в таблицах, то есть это все понятно, это для подготовки к ЕГЭ, экспресс-репетитор, так сказать. И вот такое вот, это вообще просто необходимо, это от Бранта, это словарь, понятие и термин. Конечно, если вы сдаете ЕГЭ, то у вас тоже все давно куплено, еще в начале года. Если вы сдаете ЕГЭ, то уже не подняйтесь, купите, это книжечка 80 рублей, это книжечка 86. Ну, а третий мой совет, наверное, был таким более углубленным, это именно ваш, вот того человека, который сейчас смотрит в камеру, психологический настрой. Знаете, всегда будет человек, который сдаст этот экзамен лучше вас. Просто вы не идеальны. Я идеален, но вы не идеальны, поэтому вот такие вот дела. Так что, ваш психологический настрой должен быть такой, что вот вы придете и все напишите. И, кстати, вот мой совет, вот видите сложное задание, которое у вас не решается? Не решайте его, решите о самой легкой в начале задания, потом перейдите к сложному, и как-то ответ у вас сам придет, что ли, вы это вспомните. Потому что вы все, что будет на экзамене в это, по этим книжечкам, по учебникам в это все уже проходили. Просто вы это вспомните, и у вас это будет вообще очень хорошо, потому что это я вам сказал. Еще поверьте мне, экзамены это не так страшно, как о них говорят. Конечно, когда там приходишь, там это все, это камеры, это все, это она гитая, тебя это давит. Сядь, прижми попу и сиди, пиши, кто тебя может отвлечь, если ты, если ты это знаешь, ты это напишешь. Если ты это не знаешь, ты это не напишешь, потому что списать никак не получится у вас. Вот я вас уверяю, на ЕГЭ вы не спишите точно, на ГИЭ, конечно, можно, там, рассказывать, как это не буду, потому что нефиг мне здесь списывать. А вот на ЕГЭ, пожалуй, не спишите, я говорю камеры, потому что, а на ГИЭ, конечно, можно, но это уже не я буду следовать, как списать на экзамене, потому что видео называется, как успешно сдать ЕГЭ. Вот так. Ребят, сейчас вот, когда я записываю видео, это 8 мая, экзамены уже будут очень скоро, так что давайте вы все напишите, я вас буду держать кочки, потому что я 60 класс, мне экзамены сдавать не надо, не надо. И расшарьте это видео просто по максимуму, у себя на странице ВКонтакте, в Твиттере, кидайте ссылки друзьям, потому что давайте поможем школьникам собраться и хорошо сдать экзамены. Покажем то, что наша страна отлично сдает экзамены ЕГЭ и общество знания, если чем-то я сказал. И ГЭ, конечно же, потому что сдать хорошо, это хорошо, потому что перейдешься в 10 класс, потом тебя будут еще на Север в там год, потом тебя будут еще на Север в там год, потом тебя будут еще на Север в 11, потом лучше ЕГЭ за. Но никаких колледжей, хорошо? Я вас верю, вы поступите в 10 класс, учиться интересно, безусловно, в 10 классе, в 11 классе интереснее, чем в колледжах и всяких там технических училищах. Пусть они останутся где-нибудь там. С вами был Стас, разрешайте это видео везде у себя на странице ВКонтакте. Я вас всех люблю, вас всех верю, так же, как верили вы в меня, очень надеюсь. Подписывайтесь на меня на Твиттер, Инстаграме и ВКонтакте, всех люблю. Пока. Ну да. Грия ПТО, вы же умны. А, на-на-на, хотя там в ПТО еще готовят профиль, но вы же умны, у меня вы не поступите в ПТО. Я в ЕГЭ, ты в ЕГЭ, мы в ЕГЭ.